15 декабря 2021 года выпуск номер 657 продолжаем наш эфир спасибо что все эти годы с нами были спасибо что продолжаете не лайкать продолжаете не подписываться на наш канал потому что его нету в ваших этих интернетах но при этом мы держимся на взаимоуважение взаимоподдержки и ссылки друг другу конечно на прямой эфир вы кидаете и соответственно мы продолжаем обсуждать текущие события у нас сейчас смотрят около 250 тысяч человек в онлайне и всем спасибо соответственно погода в украине среда 15 декабря будет пасмурная серая около нуля но вы что хотели от зимы и в конце программы наше традиционное общение с нашими слушателями кто смог дозвониться пожалуйста в эфир если у вас есть что сказать по теме а тему мы обсуждаем напоминать ему обсуждаем скандал с заместителем министра мвд гоги ашвили гоги 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 как там его правильно даже не будем об этом говорить чтобы не делать лишнюю рекламу и соответственно что вы думаете по этому поводу много мнений да мы вас слушаем добрый день представьтесь пожалуйста как вы как вас зовут откуда вы хорошо ли слышно да меня зовут владимир я из мелитополя слушаю постоянно вашу передачу очень интересно спасибо очень много интересного для себя открываю вот но сегодняшняя вот эта новость про гоги лошвили и признаться вот вы так долго обсуждали ее но я честно говоря не пойму в чем проблема ну подумаешь очередной чиновник который там так сказать зажрался да но и позволяет себе много лишнего но я не понимаю почему так много уделили этой новости времени в чем тут конфликт по моему таких чиновников вот их полным полно и то ли еще будет как говорится но об этом и об этом мы и говорим стоит ли это просто пропускать мимо ушей или все-таки стоит задуматься ну например ладно это не коснулась меня вас не коснулась но завтра возможно на каком-нибудь я не знаю там на дороге вы встретитесь с таким чиновником и неизвестно чем это закончится ну тут насколько я понимаю речь шла не простых людях скажем так а у его подчиненных да на которых он разошелся другой вопрос если такие конечно чиновники начнут уже на нас простых смертных останавливаться и наезжать но тогда да тогда и поговорим а так ну то есть не стоит возможно вообще на это внимание не обращать знаете такое ощущение что вот иногда такие новости как будто высосаны из пальца и я не знаю вот это же не первая и последняя новость который придается такое большое значение у нас вообще страна это где постоянно муссируются эти новости о таких-то разоблачениях чиновников что-то кто-то кого-то должны были посадить но не посадили о проблемах как это простых жителей ну все меньше и меньше говорится а вот хотелось бы напоследок еще такой вопрос задать и если вы слышали ну существует такая теория хамских элит это такая теория которая хамские элиты сформированы сформированы в 90-е годы на базе дефицита образования профицита возможности для реализации с людей с низким уровнем интеллекта ну то есть мы понимаем да чем речь 90-е годы когда проще было и выгоднее было заниматься вот таким вот условно назовем это хамство да но всегда такое вот хамло очкарику навешает люлей и возьмет от жизни все и вот собственно вот сейчас эти элиты пришли наверх победили так сказать ботаников победили вот они же и продолжат так свое существование что с этим делать знаете есть некое представление у меня лично что вот может быть даже даже я предполагаю что вот туда приходят люди может даже нормальные но получив вот эту власть какую-то да порой неограниченную ну для нас так сказать условных простых смертных они вот начинают себя таким образом вести поэтому я иногда сам задумываясь посади нас с вами на их место уж непонятно как мы говорится запоем поэтому для меня например это все не удивительно или возможно что самое страшное для нас простых людей это стало настолько обыденным что уже вот такие новости они не удивляют на самом деле и ну подумаешь очередной чиновник там на крик на кого-то накричал говорится слава богу что не убил да конечно хочется чтобы этого было меньше безусловно но вы знаете из-за вот такого количества новостей об этих чиновников столько внимания им уделяют что так хочется сказать ребят но вы их или посадите уже в конце концов или но будем верить что зеленский действительно его снимет с должности и все и будет другой более надежный так сказать адекватный но пока это просто надежды потому что смотришь одного должны были посадить другого оштрафовать и третьего там не знаю на высылке куда-нибудь но и в итоге все сидят на своих местах и ничего не происходит и вот когда слушаешь вот это особенно да в течение там там часа да вот эту новость как вы обсуждаете это все думаешь господи ну вот что поговорить больше не о чем да у нас ну хорошо да в заключение вот мелитополь простой такой украинский городок у вас вообще об этом об этом речь идет как-то хоть как-то хоть где-то в очереди в магазине сказать вот козел какой-то там очередной ну вы знаете но это же как обычно да ну там условно бабушки там какие-нибудь поговорить об этом там посплетничать такое складывается иногда впечатление что у нас стране столько много вот этих всех разоблачений вот этих всех посвященных чиновникам что по сути дела это даже обсуждать уже в общем то не интересно ну лить на мне вот поэтому простите конечно я у нас все просто у нас мелитополь вы знаете небольшой город поэтому у нас очень простые ну вот мы пытаемся мы пытаемся в течение программы сравнить настроение в разных городах украины спасибо вам большое за звоночек не переключайтесь смотрите да спасибо удачи вам спасибо вот так вот поэтому ну что тут можно сказать а зачем все это зачем этот кипиш а кто собственно нервничает а кто собственно поднимает эту пучу нет народу это не надо никому это не надо ну да это наверно плохо это скорее всего плохо это наверняка плохо но давайте так честно как бы мы с вами как бы мы с вами повели на его месте дайте нам власть вот эту власть такую чтобы мы могли на бронированных автомобилях с охраной альфы там и сбу что угодно дайте нам такую власть и снимите поставьте за нами камеру ой боже мой я даже не представляю что бы могло быть не представляю спасибо за то что смотрите спасибо за то что делитесь этой ссылкой прямого эфира мы продолжаем работать я думаю что завтра мы обсудим очередную интересную тему пока а